Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий». Лунное затмение, которое произойдет в знаке весов в понедельник, выведет на первые позиции темы партнерства, взаимоотношений, юридические дела и трудовые договоренности. Весам будет особенно сложно в это время, так как от принятия решений будет зависеть ваше будущее. Овны и тельцы окажутся перед трудным выбором о продолжении сотрудничества. Традиционные рекомендации в лунное затмение желательно снизить физическую активность, уменьшить количество поездок, а также избегать денежных трат под влиянием эмоций. А теперь подробнее об астрологическом прогнозе для каждого знака с 25 по 31 марта. Работа заставит Овнов решать очень сложные задачи, в том числе связанные с достаточно неприятными личностями. Не без помощи коллег представители знака справятся со всеми трудностями, но в конце недели почувствуют усталость. Личная жизнь будет насыщена встречами, свиданиями, новыми поклонниками и активным общением. Но в выходные все же стоит устроить себе полноценный отдых. Финансовое положение представителей этого огненного знака будет достаточно стабильным. Тельцам на этой неделе звезды советуют, визуализируйте желаемую сумму, но не просто в купюрах и цифрах, а подумайте, для чего вам эти деньги и как вы ими распорядитесь. Во вторник и четверг будьте очень внимательны при подписании документов, а также стоит быть готовыми к тому, что выгодная сделка или встреча все же могут не состояться. Близнецам неделя подарит возможность избавить обороты, отдохнуть, выспаться и уделить внимание своему здоровью. Некоторые представители знака продолжат активно вести светскую жизнь, посещать мероприятия, культурные центры, выставки и театры. Многие займутся фитнесом, бегом и даже экстремальными видами спорта. В конце недели некоторые могут получить привлекательное предложение о смене работы. Финансовую сферу близнецам лучше стабилизировать, не тратить, не вкладывать средства и не брать кредитов. Ракам предстоит неоднозначное начало недели из-за лунного затмения, как эмоционально, так и физически. В понедельник желательно провести дома, не посещать массовых мероприятий. Интересный период начнется во второй половине недели, когда станет актуальной и вдохновляющей романтической сферы жизни. Несостоящие в отношениях раки встретят достойных партнеров, с которыми можно планировать совместное будущее. Финансовое положение может доставить некоторое беспокойство из-за возможных задержек в поступлении денежных средств. Так что шоппинг и приобретение недвижимости лучше отложить на следующий месяц. Львы в первой половине недели будут испытывать разочарование буквально во всех сферах жизни, высказывать претензии своим партнерам, проявлять зависть и мстительность в отношении людей и своего окружения. Есть риски возникновения конфликтов с друзьями, которые могут закончиться разрывом отношений. Только ближе к выходным эмоции стабилизируются, но некоторые ситуации вернуть назад уже не получится. Финансовое положение будет стабильно хорошим, если исключить покупки под влиянием эмоций. Девам недели подарят новые полезные знакомства в профессиональной сфере, но выгоду они принесут только спустя какое-то время. В личной жизни все нестабильно из-за взаимных претензий на почве распределения обязанностей или совместно проведенного времени. Для улучшения самочувствия все-таки стоит уделить внимание прогулкам на свежем воздухе в солнечное время дня. Прием витаминов также поможет девам минимизировать риски появления сезонных простуд. Весам в начале недели рекомендуется приложить все усилия для гармонизации своих эмоций. Постарайтесь не принимать никаких важных и судьбоносных решений. Все рекомендации относительно лунного затмения особенно актуальны. Они позволят наиболее комфортно чувствовать себя в этот период. Выходные дни станут для весов хорошим временем для спорта, посещения культурных мероприятий и встреч с друзьями. Скорпионы достаточно спокойно переживут лунное затмение, но начиная с середины недели эмоциональные качели накроют представителей водного знака с головой. Коснется это главным образом материальной сферы. Многих будут одолевать крайности, что проявится в виде неслыханной щедрости и жадности с желанием приобретать и одновременно создавать запасы. Стабилизируется ситуация к концу недели. Стрельцы первую половину недели будут проявлять конфликтность и несговорчивость в отношениях. Это испортит взаимодействие с партнерами на некоторое время. Профессиональная сфера потребует усидчивости и внимания к цифрам. Будут актуальны юридические вопросы, решать которые придется с помощью друзей или знакомых. Финансовая сфера козерогов вряд ли существенно изменится, а вот новые возможности для улучшения материального положения в будущем появятся ближе к выходным. Также звезды советуют на этой неделе быть пунктуальными и не опаздывать на встречи, чтобы не упустить что-то важное. Водолеев почти всю неделю будут занимать сугубо практические вопросы, связанные с работой и приобретениями. Достижения в карьерных вопросах ждут тех, чья профессия связана с финансами, искусством, антиквариатом, торговлей, предметами роскоши. В этих сферах у многих появится возможность увеличить свои доходы. Романтическая сторона жизни обещает быть интересной, даже захватывающей и богатой на знакомство флирт с новыми поклонниками общения и свидания. Рыбам неделя принесет небольшие конфликты с людьми на почве головокружения от успехов. Некоторые будут склонны проявлять высокомерие и даже агрессию при общении, забыв про чувство такта, в результате чего может пострадать репутация, восстанавливать которую потом придется достаточно долго. Следуйте подсказкам нашего астрологического прогноза, чтобы ловко преодолеть все преграды и прийти к желанным целям. С вами была Наталья Буслаева, до новых встреч и будьте счастливы! Субтитры создавал DimaTorzok